всем привет я роман соболю корреспондент агентства унион москве это видео меня вдохновило записать российский телевизор где сообщили что 20 апреля оказывается был день рождения адольфа гитлера и якобы эта дата чуть ли не всеукраинский национальный праздник и поэтому в этом бложике давайте поговорим об истории но не история адольфа гитлера и не истории фашистской германии скажем так о видении российском видении истории и использование истории международной политики пришло время окунуться и углубиться в историю преступления английской военщины и узнать где место бандеров сам на службе его величества теперь я попрошу всех пристегнуть ремни я думаю что настал момент когда именно с этой трибуны мы можем заполнить этот когнитивный вакуум и немного погрузиться в историю великобритании ее активную международную деятельность со всеми вытекающими последствиями поговорим о государственных заказах о целом о ряде убийств и вообще ареномы этого государства чтобы детально в этом разобраться мария владимировна этому вопросу уделила больше часа и журналисты узнали о преступлениях великобритании в индии странах африки на ближнем востоке и даже вы не поверите я теперь знаю и вы узнаете через секунду кто же придумал концлагеря 13 апреля посол великобритании в россии господин брестов в ходе брифинга для дипломатического корпуса он был посвящен публикации отчетов за х о озвучил заявление о том что россия причастна это цитата к целому ряду убийств совершенных по государственному заказу в том числе на территории великобритании это конечно не первое за последние месяцы заявление официального британского лица с русофобом с в общем-то яркой русофобской окраской чтобы вы понимали русофобами сейчас в россии называют тех кого не любит российское государство ну и соответственно россияне которые точно копируют настроения которые им посылаются сигналами тв внедрение концентрационных лагерей во время англобургской войны впоследствии вдохновившие нацистов на создание своих лагерей смерти любопытно что если концлагеря для германии придумали англичане то кто же тогда придумал а гулаг а для советского союза неужели это снова нагадила англичанка фактически британская промышленная революция проведена за счет доиндустриализации индии британия неоднократно провоцировала голод в индии в результате которого погибло от 15 до 29 миллионов человек самый известный в бенгалии в 1943 году он унес жизни 4 миллионов индийцев удивительно что упреки в адрес великобритании в прошлом империи на самом-то деле во многом аналогичны тому что можно предъявить самой российской федерации ну в частности относительно вопросов устраивания голодоморов на подконтрольной территории только в двадцатом столетии на территории украины было три голодомора и количество побить погибших исчисляется миллионами ну россия в этом предполагаю предпочитают молчать и придумывают что этот вопрос подымают я не знаю там агенты ми-5 ми-6 в общем враги россии с белыми касками взять боевиков экстремистов взять недобитых террористов надеть на них белые каски написать на них слово мир и их руками совершать провокации которые потом записывать на мобильные телефоны распространить по всему миру и затем выдавать за доказательства того что мирное население нужно срочно спасать если бы не словосочетание белой каски я подумал что мария владимировна рассказывает технологию оправдания российского вторжения в украину ну сначала крым а потом донбасс где как вы помните сначала появились зеленые человечки которые называли с любовью народная самооборона а потом они трансформировались в регулярную российскую армию но нюанс в том что как были зеленые люди так и остались потом правда вся эта гоп-компания перри переместилась на донбасс и начала массово убивать мирное население ну и фразу о том что мы будем стоять за женщинами и детьми ну вы автора прекрасно знаете ходим непосредственно к операциям шпионским операциям и точечным диверсионно-подрывным актом испокон веков власти великобритании были любителями заядлыми любителями различного рода таких операций тайных операций и точечных подрывных диверсий которые направлены против конкретных лиц с целью получения политической выгоды для великобритании это предрасположенность богато представлена и в творчестве и в ну например золотой коллекции фильмов о джеймсе бонди это кажется смешным если не знать что господин флэминг работал с архивными документами и у всех агентов 007 есть свои прототипы я услышал информацию которая поразила даже меня оказывается мой любимый актер дэниел крейк снимается не в блокбастерах а в документальных фильмах про английских шпионов с лицензией на убийство бондиана это весьма симптоматичный пример любви британцев и британского правительства в первую очередь к подобного рода деятельности ян флэминг умер умер в 1964 году но описанная им как мы знаем живет и процветает регулярно выходят новые серии все привыкли к супергероям при этом обратите внимание меняются времена меняются актеры декорации но сама идея абсолютно неизменна британский агент который находится на службе королевства получает не что-нибудь а лицензию на убийство и остается открытым вопрос после того как мария владимировна вывела на чистую воду ми-6 и агентов 007 запретят ли новые серии в российской федерации как это уже произошло с телеграммом и кстати а любопытно насколько бондиана отличается от фсбианы или фсбианы и разве российские агенты не имеют лицензию на убийство и примеров к сожалению только в украине за последние годы очень очень много я говорю о терактах совершенных в первую очередь в киеве и в мариуполе против украинских силовиков сейчас такой вопрос сейчас наверняка сидят британские дипломаты которые работают в москве все это слушать записывать им же нужно в лондон все это будет сегодня отправить я старалась 17 страниц мария владимировна очень ответственный и трудолюбивый сотрудник но действительно интересно что же на самом-то деле дипломаты великобритании отправили в лондон после этого брифинга и как на это отреагировал борис джонсон потому как далеко не каждый может серьезно относиться к тому что бондиана это чуть ли не документальное кино а история о преступлениях английской короны только дело не только в агентах 007 и сейчас мы переходим наверное к самому главному потому как нас всегда интересует украинский аспект в апреле 1951 года в лондоне состоялось совещание представителей английской и американской разведок по вопросу использования сша и великобритании украинских националистических организаций опять так все сходится сходится а мне кажется не очень здесь в россии особенно в связи с днем рождения адольфа гитлера так много рассказывали что украинские националисты бандеровцы были пособниками гитлера и нацистов но спустя пять и шесть лет после окончания второй мировой войны уже бандеровцам бандеровцев советский союз отправляет великобритания и соединенные штаты неужели они думают здесь что бойцы упа не знали о том что третий рейх пал ну возможно тут думают что если не было фейсбука то и не было возможности получить информацию к этому моменту на протяжении спецслужбы на протяжении многих лет поддерживали бандеровцев и использовали их как для вербовки агентуры так и для получения разведывательной информации по советскому союзу а можно на эту ситуацию взглянуть по-другому что бандеровцы использовали всех тех у кого можно было получить хоть какую-то помощь для борьбы за независимость украины потому как обвиняя бойцов упа во всех смертных грехах здесь почему-то забывают сказать за что же они воевали и когда им говорит что подождите это была борьба за украинское независимое государство это как-то старается не слышать сотрудничество между бандеровцами и интеллигент сервис непрерывно укреплялась уже в сор в 1949 и 1950 годах были заброшены на парашютах на территории украины несколько диверсионных групп из числа бандеровцев в ночь на 15 мая 51 года английские спецслужбы сбросили на парашютах три разведывательно-диверсионные группы какие злодеяния совершали бандеровцы всем известно когда говорят фразу всем известно или это не секрет скорее всего дальше вас или обманывают или занимаются манипуляцией я не собираюсь никого здесь оправдывать пусть этим занимаются историки но мне кажется странным что главным витой виновником второй мировой войны сейчас хотят сделать правильно бандеровцев борцов за независимость украинского государства а все остальные участники этого побоища человеческого масштаба были белыми и пушистыми и кстати мы же вроде бы только что слышали что концлагеря придумали не бандеровцы в этой долгой истории английских преступлений важно понять что механизмы которые используются российской пропагандой они очень и очень похожи вспомните как между 2013 и 2014 годом буквально по вот такому щелчку из украины за секунду сделали врага для того чтобы обосновать обосновать отжатия крыма и дальнейшее вторжение на донбасс прицелом на весь юго-восток нашей страны и здесь примерно подобная ситуация разница только в том что речь идет скажем так менее драматических событиях потому как поводом для вот такого исторического наезда на великобританию стало отравление сергея и его дочери юлии скрипаль в солдсбери и вывод из этого очень прост что мы украинцы сами должны определять своих героев не подстраиваться ни под кого потому как соседям мы точно пока мы существуем будем кому-то мешать кого-то раздражать кто-то нас будет любить а скорее всего ненавидеть и только сильное государство будут уважать не забывайте читать униан подписывайтесь на мой канал в ютюбе на этом все пока